Привет, это видео-влог о том, как я и моя семья съездили в Коломну на выходные. Итак, герои этого видео... Дима, папа, мама, Даша. И Федя. Федя. Дима, самый угрюмый член экипажа, отказавшийся сниматься. Папа, спонсор поездки. Мама, автор идеи этой поездки. Даша, это я, создатель этого видео. А Федя, мой младший брат. У нас с ним разница 18 лет, и сейчас ему 2,5 года. Итак, ехали мы в Коломну 4 часа. Когда приехали, сразу заселились в квартиру. Разложив вещи, мы сразу пошли гулять. Основной целью этой поездки было посмотреть... Автодома. В Коломне проходила выставка автодомов, и мама с папой очень хотели ее посмотреть. А Федя вообще фанат разных машинок. А после зашли в кафе «Синий банан». Пока вы смотрите на нас с Федей, запоминайте рецепт просто опупительного салата из этого кафе. Итак, жареные баклажаны, помидоры, огурцы, руккола, салат, шпинат, адыгейский сыр и соус терияки. Это просто вау! На каждом углу в Коломне продаются коломенские калачи, и, конечно, мы их каждый день ели. Пока мама укладывает Федю, мы купили пастилу, калачи, и сейчас пойдем домой играть в настольные игры. Мы играли в игру Дэнни. Если вам нравятся такие игры, как Диксит или Иммагинариум, то Дэнни вам тоже очень понравится. Это просто отличная игра для всей семьи или для компании друзей. Нам очень понравилось, я надеюсь, что мы будем собираться так чаще, не только в поездках. Во второй день нашей поездки, после завтрака, пока родители с Федей гуляли, мы с Димой случайно изобрели в арт-коммуналку. Арт-коммуналка – это музей, передающий атмосферу 60-х годов. В доме, где сейчас находится арт-коммуналка, раньше был магазин, в котором писатель Венедикт Херафеев работал когда-то грузчиком. В музее огромное количество предметов прошлого, с которыми можно взаимодействовать. А через шкаф на кухне можно пройти в зал, где висят работы современных художников, проживающих в этом месте каждый год. Ну, а мы уже дома. Я сейчас изучаю французский, поэтому даже в поездке мне нужно было сделать домашнее задание. А пока я училась, а Дима отдыхала, родители случайно забрели на такой вот концерт. Сейчас мы собираемся пойти на ужин. Заходите, посмотрите. А вечером мы зашли в кондитерский музей. И там нам устроили целое представление про то, как делаются конфеты. Даже Федя целый час сидел и смотрел. А в конце представления была дегустация конфет с чаем и мастер-класс по заворачиванию конфеты в обертку. В целом нам понравилось. Если бы еще не затянутость самого представления, было бы вообще супер. В прилавке купили клетчика. Ну-ка, дайте какую-то. И вот уже второй день подошел к концу, а завтра нам уже ехать в Москву. Но с утра мы решили еще зайти на фабрику пастилы. Чем славится Коломна? Шоколадом в музыкальных шкатулках, печатными пряниками по-коломенскому, медом, мылом и парфюмом. Но самая главная коломенская знаменитость – это пастила. И вот в третий день нашего путешествия, с самого утра, мы пошли в музей пастилы. Там тоже был мастер-класс по обворачиванию конфет. Но самое главное, нам показали весь процесс создания яблочной пастилы и даже заставили поработать. Вот как я крутил ладонями. Но не сильно, вы пока работник не укреплены, что не запачкаться. Парф вам завтра в 5 утра выдам. Тогда раздухаринцы. О, молодец. Добавите 25 яичных белков и 15 пунктов извлеченного сахара. Запомнили? Да. Вам еще 4 часика взбивать, а мы пойдем пока печь пастильную посмотрим. Печь у нас не как деревня щита, каша печка у нас особая, пастильная. И опять дегустация пастилы с чаем за столом под рассказы тетеньки. Вот в такой красивой атмосфере. Вот и все. Если вы досмотрели это видео до конца, считайте, что вы провели со мной и с моей семьей 3 дня. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, комментарий. Поставьте лайк, подпишитесь и до новых встреч. Пока!